Друзья всем привет! Иногда чтобы поднять мощность усилителя нужно использовать повышающий преобразователь и несколько однополярных преобразователей я заказал для видео. Например нужно запитать усилитель от аккумулятора напряжением 12 вольт, но максимальная мощность усилителя будет при напряжении питания 24 вольта и как вариант для поднятия напряжения можно использовать повышающие DC-DC преобразователи, но не все преобразователи хороши для усилителей и при использовании некоторых DC-DC повышающих преобразователей может появиться посторонний шум или свист в акустике. Потому для теста я купил вот таких 3 однополярных DC-DC повышающих преобразователя с разной ценой и попробую их по очереди подключить к усилителю, проверить на работоспособность и протестировать на наличие шумов. Для теста будет вот такой усилитель класса на микросхемах TPA3116D2 с однополярным питанием, который сам не шумит. Он на 6 каналов, но для теста я буду использовать 2 канала. Аккумулятор для теста будет вот такой напряжением 12,6 вольта, 3s на элементах литий и он 18650. Видео по сборке такого аккумулятора есть на канале. Сначала буду подключать для теста самый дешевый преобразователь. Выглядит он вот так и вот его характеристики. Подключать преобразователь я буду в разрыв проводов питания усилителя. Соблюдая полярность подключил к преобразователю провод для подачи питания от аккумулятора. Подключил аккумулятор и преобразователь запитан. Дальше нужно настроить напряжение на выходе преобразователя. Щупы мультиметра установил на выход преобразователя. Важно не закоротить выход, чтобы не спалить преобразователь. И пробую вращать подстроечный резистор на плате преобразователя для настройки напряжения на выходе. Нужно настроить напряжение на выходе примерно 24 вольта, которое нужно для питания усилителя. Преобразователь настроен и от преобразователя, соблюдая полярность, нужно подключить провода питания к усилителю. Усилитель запитан. При подключении питания может быть искра из-за пускового тока. По напряжениям все нормально. Дальше на выходы усилителя подключил колонки и провод на вход для подачи звукового сигнала. Для теста буду использовать два канала усилителя из шести. Все проверил еще раз и пробую подключить аккумулятор. При включении хлопка нет, в колонках есть тихое шипение, но это что вход усилителя никуда не подключен и цепи по входу не замкнуты. Усилитель по входам реагирует и работает. Пробую подключить плеер и шум в колонках исчез. В колонках полная тишина и это хорошо. Теперь пробую включить тестовую музыку. Все нормально играет и постороннего шума нет. На самом деле я удивлен, что с этим преобразователем шума нет. Может что усилитель хороший в тесте. В большинстве же случаев с таким преобразователем в колонках есть посторонний шум. С нагрузкой в два канала усилителя преобразователь работает нормально, просадок напряжения нет. Еще подключил осциллограф для проверки пульсации на выходе преобразователя и по замеру пульсации примерно до целой две десятых вольта, что не мало. Но при этом все нормально играет и постороннего шума от преобразователя нет. Но опять же с таким уровнем пульсаций очень большая вероятность появления постороннего шума от преобразователя это нужно учитывать. Этот преобразователь можно использовать для питания усилителя суммарной мощностью примерно до 100 ватт. В тепловизор вот такая картина, перегревов на модулях нет. Дальше буду подключать для теста вот такой преобразователь подороже. Вот так он выглядит. Он мощнее, функционал шире и вот его характеристики. Подключение и настройка аналогичные как и у первого преобразователя. Здесь еще есть настройка ограничения тока, но если будет ограничение, то нужно будет увеличить ток ограничения. Это можно проверить мультиметром, измеряя напряжение и ток на выходе преобразователя. Важно не коротить выход, чтобы не спалить преобразователь. Напряжение на выходе преобразователя настроил примерно 24 вольта, подключил к усилителю и можно проверять. Подключил аккумулятор, все запитано и работает и можно проверять. В колонках тоже постороннего шума нет. В колонках тоже постороннего шума нет. Усилитель работает нормально, посторонних шумов в колонках нет и это хорошо, в колонках играет только музыка. В колонках тоже постороннего шума нет. В колонках можно проверить ее, чтобы не пропустить новый шум. В колонках играет, посторонних шумов в колонках, посторонних шумов, перескнуты. С нагрузкой в два канала усилителя преобразователь работает нормально, просадок напряжения нет. Еще подключил осциллограф для проверки пульсаций на выходе преобразователя и по замеру пульсации примерно 200 мВ, что уже немного, с таким уровнем пульсаций уже небольшая вероятность появления постороннего шума от преобразователя. У меня все нормально играет и постороннего шума от преобразователя нет. Очень важно не питать этот преобразователь напряжением ниже указанного в описании, иначе он может перейти в линейный режим и просто сгорит. В тепловизор вот такая картина, перегревов на модулях нет. Этот преобразователь можно использовать для питания усилителя суммарной мощностью примерно до 350 Вт. Дальше буду подключать для теста вот такой самый дорогой преобразователь из трех. И он самый большой, с большим радиатором. Вот так он выглядит, он еще мощнее, функционал еще шире и вот его характеристики. Подключение и настройка аналогичные как и у предыдущего преобразователя. Здесь есть настройка минимального рабочего входного напряжения, настройка ограничения максимального тока нагрузки и настройка напряжения на выходе преобразователя. Настройки на выходе преобразователя можно проверить мультиметром, измеряя напряжение и ток с подключенным усилителем или другой нагрузкой. Важно не коротить выход, чтобы не спалить преобразователь. Напряжение на выходе преобразователя настроил примерно 24 Вольта. Подключил к усилителю и можно проверять. Подключение преобразователя к усилителю такое же, как и у предыдущих преобразователей. Подключил аккумулятор. Все запитано и работает. И можно проверять с акустикой. При подключении плеера цепи по входу усилителя замкнулись и в колонках тишина. Усилитель работает нормально. Посторонних шумов в колонках нет и это хорошо. В колонках играет только музыка. С нагрузкой в два канала усилителя. Преобразователь работает нормально. Просадок напряжения нет. Этот преобразователь с большим запасом по мощности. Еще подключил осциллограф для проверки пульсации на выходе преобразователя. И по замеру пульсации примерно 100 мВ. Что немного и это самый минимальный показатель из всех, что были в тесте. С таким уровнем пульсации уже минимальная вероятность появления постороннего шума от преобразователя. У меня все нормально играет и постороннего шума от преобразователя вообще нет. Играет только музыка. В тепловизор вот такая картина, перегревов на модулях нет. Этот преобразователь можно использовать для питания усилителя суммарной мощностью примерно до 1200 Вт. Также по необходимости можно запитать несколько усилителей параллельно. Для сравнения решил сделать замер и показать разницу в мощности усилителя при питании от аккумулятора 12В без преобразователя и потом с преобразователем. Нагрузкой будет проволочный резистор 50Вт 4 Ом. Подключил резистор на один выход усилителя и на резистор подключил осциллограф для замера напряжения. Напряжение питания усилителя будет 12В напрямую от аккумулятора. При проверке клиппинг есть и можно делать замер. При питании от аккумулятора напряжением 12В без преобразователя действующее значение напряжения на выходе усилителя примерно 8В и по расчету мощность на выходе усилителя около 16Вт на канал. Это при сопротивлении нагрузки примерно 4 Ом. Дальше будет тест уже с настроенным и подключенным преобразователем. Напряжение питания усилителя будет уже 24В. При проверке клиппинг есть и можно делать замер. Действующее значение напряжения на выходе усилителя уже примерно 14,2В, а мощность на выходе усилителя уже около 50Вт на канал. Это при сопротивлении нагрузки примерно 4 Ом. Подняв напряжение питания усилителя с 12 до 24В, мощность усилителя увеличилась почти в 4 раза с 16Вт до 50Вт. Вот такой вариант для увеличения мощности усилителя, если конечно можно запитать усилитель более высоким напряжением. Но нужно учитывать, что и преобразователь будет разряжать аккумулятор в 4 раза быстрее за счет увеличения потребления тока для повышения напряжения до 24Вт, которое нужно для питания усилителя. Это тоже нужно учитывать при выборе аккумулятора по рабочему току. И еще хотел немного уточнить. На музыке усилителю намного легче работать, чем на чистом синусе. На музыке нагрузки ниже, это даже видно на осциллографе, что на синусе усилитель загружен все время одинаково, а вот на музыке все время нагрузка меняется, и в среднем за единицу времени она ниже в сравнении с синусом. Из этого следует, что можно, но не всегда обоснованно, покупать преобразователь с большим запасом по мощности, и преобразователь мощностью 100Вт нормально будет питать усилитель суммарной мощностью 100Вт на музыке. Ссылка на подробную статью будет в описании. Все преобразователи из видео работают, и с их помощью можно запитать усилитель и получить больше мощности. Подключение и настройка простые. Усилители могут быть и другие аналогичные, с однополярным питанием, а подключение и настройка будут такими как в видео. Преобразователь нужно подбирать под мощность вашего усилителя. Желательно, чтобы мощность преобразователя была не ниже суммарной мощности усилителя. Я показал в видео тест трех преобразователей, и все они работают нормально, а какой использовать, то уже смотрите под свои задачи. Но самым дешевым большая вероятность появления постороннего шума. С помощью подключения усилителя и преобразователя можно собрать например, очень мощную портативную колонку, или мощный усилитель с питанием от аккумулятора 12 вольт. В сборке с последним преобразователем можно получить 6 каналов примерно по 50 ватт, и в сумме это 300 ватт мощности, при питании от аккумулятора 12 вольт. Главное, чтобы аккумулятор смог обеспечивать нужный ток для преобразователя. Ну а время работы зависит от емкости аккумулятора. Мне было интересно провести такие тесты, все работает, и полученная информация пригодится мне в будущих сборках и видео. Также в теории можно собрать мощный усилитель для автомобиля, но там есть вопросы с шумами от земляных петель. Я сейчас тестирую разные варианты, но если будет интерес, то пишите, и я попробую сделать видео по этому поводу. Вот такое видео получилось, надеюсь помог и было интересно. Ссылки будут в описании под видео. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Спасибо за ваше время, желаю удачи.